МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Новое назначение. Ахмед Ахмедов стал исполняющим обязанности главы Докуспаринского района. Тридомовая лужайка или очередной магазин. Жильцы одного из домов по улице Яракского судятся с предпринимателем, который, по их словам, самовольно захватил территорию. Два золота и одно серебро. С таким результатом дагестанские дзюдоисты завершили свое выступление на российском этапе Кубка Европы. Ахмед Ахмедов стал исполняющим обязанности главы Докуспаринского района. Его единогласно избрали депутата муниципалитета на внеочередной сессии. Уроженец села Мискинжа Ахтынского района с 2018 года работал заместителем Абдурагима Лескерова, который возглавлял район. Напомним, Абдурагима Лескеров арестован по подозрению в даче 23 миллионов за свое назначение на должность. Очередной магазин или зеленая лужайка. На что из своих окон будут смотреть жители дома по улице Яракского, теперь решит суд. Горожане считают, что предприниматель самовольно захватил их придомовую территорию. Разрешением инцидента занялась прокуратура. Все обстоятельства выясняла Зумрудгамидова. За несколько последних лет пространство между этими домами изменилось до неузнаваемости. На месте некогда детской площадки и зеленые зоны теперь гаражи. Но удивлений жильцов не было предела, когда на сайте объявления они увидели новость о продаже своего двора. В общем, несколько лет мы пытались наш двор включить в программу благоустройства. Ее включали периодически по непонятным причинам, значит, исключали из программы благоустройства. И вот в 2019 году, в этом году получается, мы, значит, случайно, совершенно случайно на сайте объявлений Авито увидели объявление о том, что наш двор продается за 18 миллионов рублей неким неизвестным лицом. Начали поднимать шум, поднимать документы, узнавать, что к чему. Выяснилось, значит, что некое частное лицо, как мы поняли, проживающее в Буйнакске, по решению Буйнакского суда, значит, получило собственность наш двор. Не только наш двор, но и территорию 39-й школы, и территорию в соседнем дворе тоже. То есть три разрушенных участка. Жильцы дома не стали мириться с таким положением дел и написали коллективное обращение в адрес главы региона и прокурора. Оказалось, что некий бизнесмен подделал распоряжение властей города и с его помощью незаконно приобрел право собственности на земельный участок. При этом кадастровым инженерам были внесены ложные сведения в межевой план земли. Ну а должностные лица управления Росрееста не предприняли никаких мер для устранения нарушения. Это очевидно незаконное действие. Незаконность ее выражается в том, что как бы не может никто, кроме собственников жильцов, владеть, пользоваться. Я, насколько понимаю, это такая очень хитрая схема у него. Почему? Потому что два суда было использовано. На нашей практике практически не было, что на один документ сразу три участка, и причем расположены друг от друга вдалеке. То есть разрешение на строительство выдано с нарушением требований градостроительного кодекса. С таким заключением не согласны и представители городской администрации. Сейчас материал, поданный в Верховный суд, будет рассматриваться в Верховном суде. Администрация города этим показывает, что поддерживаем мнение жильцов, работаем над тем, чтобы возвратить муниципальную собственность в данный земельный участок. Будем спаривать и решать вопросы. Больше всего жильцов возмущает поведение чиновников, которые допустили такое. При этом состояние придомовой территории оставляет желать лучшего. Нет ни тропинок, ни детской площадки. Свой, как они называют райский уголок, они обустраивают своими силами. Вот это дерево сажали мы сами, чтобы какая-нибудь зелень была. Я делала там, чтобы было красиво, палисадник. Сажала цветы, делала все как положено. Думала, пускай когда выходит людям, чтобы увидеть, посмотреть, красиво. Все разрушили, все разрушили, все поломали. Мы тех обслуживание платим, тех обслуживание платим, а вот, пожалуйста, вы сами посмотрите, какой канал, как у нас двор, какая у нас двор. Мы хотим, чтобы в гараже, вот выхожу подъезд, да, чтобы двор тоже нам помогли, сделали все. Мы пойдем до конца, мы не дадим тут построить ничего. Все точки над «и» в этой истории расставит лишь суд. Судьба земельного участка и право собственности на него уже решается. Следующее заседание назначено на июнь. Зумруд Гамидова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Махачкала вошла в тройку лидеров городов для летнего отдыха с детьми. По данным аналитиков сервиса «Копий билет», которые озвучили статистику продажи авиабилетов, на протяжении последних лет самым популярным направлением для самостоятельных путешественников с детьми остается Симферополь. На второй строчке общего рейтинга «Болгарский город Бургас» и тройку лидеров замыкает столица нашей республики Махачкала, где средняя стоимость билета туда-обратно для одного человека составляет около 9 тысяч рублей. Итоговое мероприятие «Знать, чтобы жить» прошло в медицинском колледже имени Аскерханова. Оно было приурочено ко всероссийской акции «Стоп и Веч спид» и ко Всемирному дню памяти умерших от спида, который отмечается каждое третье воскресенье мая. За более чем 30-летнюю историю пандемии ВИЧ-спида умерло более 40 миллионов инфицированных людей. Несмотря на то, что в борьбе с этим заболеванием достигнуто немало успехов как в науке, так и в практическом здравоохранении, проблема ВИЧ-инфекции все еще остается общемировой. Сегодня проводилось очень полезное и важное мероприятие, которое было посвящено профилактике таких заболеваний, как ВИЧ, СПИД. Так как я являюсь клиническим психологом Республиканского центра инфекционных болезней, непосредственно каждый раз мы сталкиваемся с такими пациентами. Хотелось бы сказать, что общественные организации свои вносят огромный вклад по именно распространению информации для населения республики, так как наши люди с этими заболеваниями не особо знакомы. В свою очередь, хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще, чтобы информации было больше у населения. Сегодня достаточно остро стоит вопрос профилактики социально значимых заболеваний. Сегодняшнее мероприятие можно назвать знаковым, потому что оно проводится в рамках дня памяти жертвам СПИДа. Это все те люди, которые пострадали от этого серьезного заболевания. Стоит отметить, что некоторое время назад также при сотрудничестве бюджетных учреждений, здравоохранения и некоммерческих организаций было проведено масштабное и достаточно такое интересное мероприятие «Дерево памяти». Когда каждый мог посадить дерево в память о том человеке, кого унесло социально значимое заболевание не только ВИЧ-спит, но также того, кто стал жертвой зависимости той или иной. В Дербенте появится уникальный образовательный центр. Об этом заявил руководитель проекта «Люминари» Камил Магомедов. Команда проекта совместно с первым заместителем главы города Дербент Рустамбеком Пермагомедовым посетили башню «Семьи легенд» и пришли к выводу, что в башне может расположиться музей науки, общественная обсерватория и «Люминари-центр». При этом никакого строительства за периметром существующей башни не будет. Будет только адаптация строения по центру. «Предлагаем городу подумать про комплексный подход ко всей территории от башни до крепости, чтобы здесь появился парк, появились площадки для кемпинга. И вот то, что мы сейчас видим, костры и пикники, организовано и не нарушало природный баланс в этой замечательной зоне». Камил Магомедов подчеркнул, что при создании новых центров команда проекта будет опираться на активность местного населения. Поэтому задача номер один – выяснить, готовы ли жители города к появлению центра. И вторая задача – поиск меценатов, готовых поддержать этот проект. В Кунзакском районе начальник республиканского управления МЧС Нариман Казимагомедов провел прием граждан, в котором приняли участие главы муниципалитетов района. Первой была просьба предоставить пожарную машину для добровольной пожарной дружины Харахинского участка. Затем был поднят вопрос о выделении финансовых средств на выселение жителей, проживающих в опасной оползневой зоне в селе Цельмес. Прозвучали и личные вопросы граждан в вопросах трудоустройства и обучения молодых людей в вузах МЧС России. Что нам необходимо? Первое. Мы вопросы техники решим. Что мы вам дадим? Второе. Мы ребят обучим, проведем обучение в нашем учебном центре. Мы ребят оденем полностью, значит, экипировка, мы тоже вам поможем полностью, там боевки, да? Значит, необходимая экипировка, все вопросы мы решим полностью. Далее прервемся на краткий обзор новостей в рубрике дайджеста, а затем продолжим. Не переключайтесь. Буйнакский благоустроит 11 улиц. На это выделено 84 миллиона рублей. По словам градоначальника, ремонт здесь не проводился более 20 лет. Из-за рухнувшего объездного моста на дорожное полотно оказывается дополнительная нагрузка. Напомню, мост рухнул в прошлом году. При заливке бетона пострадали трое рабочих. Эксплуатация будет готова в ноябре 2019 года. С помощью терминалов Сбербанка стали чаще похищать деньги. Алгоритм мошенничества прост. Сломушенник вводит операцию, выбирая оплату картой, но не завершает ее. Банкомат выделяет на завершение 90 секунд. Если в этот период следующий клиент вставит свою карту, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего. Банк призывает клиентов быть внимательнее. Дагестанские гимнастки выступят на всероссийском турнире. Ожидается участие порядка 200 спортсменок со всей России. Восемь участниц из них представит дагестанская команда. Спортсменки представляют региональную федерацию художественной гимнастики. Google Play заявил о приостановлении сотрудничества с китайской компанией Huawei и за внесение ее в черный список правительства Америки. Известно, что на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у последующих поколений смартфонов компании полностью будет закрыт доступ к Google-сервисам. И о спорте. Два золота и одно серебро. С таким результатом дагестанские дзюдоисты завершили свое выступление на российском этапе Кубка Европы, прошедшем в Оренбурге. В звании сильнейших там оспаривали более 300 спортсменов из 24 стран континента. По итогам турнира вне конкуренции в своих весах оказались Мурат Чопанов и Гаджи Шамилов. В шаге от первого места остановился Рамазан Абдулаев. Всего же сборная России выиграла пять золотых медалей и тем самым обошла в общем зачете команды Белоруссии и Франции. Медалисты укрепили свои позиции в рейтингах и претендуют на участие в молодежном первенстве Старого Света, который пройдет осенью в Ижевске. А дагестанские самбисты помогли сборной России выиграть общекомандный зачет чемпионата Европы. Турнир с участием ведущих спортсменов со всего Старого Света в течение трех дней проходил в испанском городе Хихон. В дисциплине «Боевое самбо» медали высшие пробы завоевали махачкалинцы Мухтар Гамзаев и Загид Гайдаров, а также представитель Санкт-Петербурга Хадис Ибрагимов. Бронзовая медаль по спортивному самбо в активе у Тагира Тагирова. Всего же российские спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала 16 раз. Тем самым они сумели улучшить собственный результат годичной давности, когда в Греции выиграли 12 золотых наград. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин